МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Салам, Туссэм! Привет, друзья! Мы Лепурунадар. Как поживаете? У нас сегодня снова урок чуварского языка. Надеюсь, вы ждали сегодняшнего дня. А мы поговорим с вами о погоде и о многом-многом другом. Итак, давайте спросим сначала. Пойан Менле Шандалок? Какая сегодня погода? И какие же могут быть варианты? Пойан Шандалок Сивя. Сегодня холодная погода. Пойан Шандалок Сивя. Пойан Шандалок Ожа. Сегодня теплая погода. Пойан Шандалок Ожа. Ну а если погода слишком теплая, так и хочется сказать «паян, щандалок, шорох». Сегодня жаркая погода. Паян, щандалок, шорох. Но, увы, это не так. И поэтому нам надо в словарь на запас добавить еще одно слово «шартлама». Это когда очень холодно. Паян, шартлама, сиве. Сегодня очень холодно. Паян, шартлама, сиве. А еще щандалок, то есть погода, может быть лаборка, слякотная, начар, плохая, пелетля, облачная, омор, пасмурная, тетрелля, туманная. Но рано или поздно погода становится уяр, то есть ясная. Лобка, тихая, щильзер, безветренная, и дарайми, изумительная. А знаете, как сказать по-чувашски «наступила зима»? Хейларно. А дословно «зима села». Да-да, села. По-чувашски «зима села», а не «наступила». Впрочем, так же, как и «дом» по-чувашски «не стоит», «он сидит». Щурт ларать, дом сидит. Ой, точнее по-русски нужно сказать «стоит». Ну ладно, не будем отвлекаться, мы сегодня говорим о погоде. Так вот, «Волга замерзла» будет звучать так. Адал ларна, то есть села. Села и не двигается. Адал ларна. Вообще, явление природы, естественно, древнее по сути. Всегда очень необычно отражается в языках. Например, по-чувашски «дождь не идет», «он моет», «щуморщевать». Ну да, согласитесь, напачкало все, и вот нужно все побыть. Чего ему ходить-то? «Щуморщевать» и все тут. Такая же конструкция используется для снега. «Юр» — это снег. «Щевать» — моет, то есть идет. «Юрщевать» — «пыр» — это и лед, и град. Тоже идет «пырщевать» или «щума блударать». Может пойти «щума блударать». Когда дует ветер, говорят «щиль вредь». «Щиль ветер» — «вереть» — «дует». Кстати, собака тоже по-чувашски «вереть», то есть лает. «Ида» — «вереть» — «собака лает». «Да и суп» — «и тот» — «вереть», то есть кипит». «Яшка вереть», а значит «щиль вереть» можно перевести «и как ветер дует, и лает, и кипит». Все одно вереть. А вот еще полезные слова по теме погода. «Касан-касан» — «местами, временами». Например, «щиль касан-касан вайланать» — «временами ветер усиливается». «Вайланма» — «усилится», «вайланать» — «усиливается». «Наджарланма» — «портится», «наджарланать» — «портится». «Щандалок» — «наджарланать» — «можно сказать и «позылать», что переводится как «портится». «Щандалок» — «позылать». «Лайхланма» — «улучшаться», «лайхланать» — «улучшается». «Щандалок» — «лайхланать». «Летом еще бывает гром гремит», «молнией сверкает», «радуга на небе». «Ослади» — «аводать» — «гром гремит». Еще одно забавное слово «аводать». Оно переводится как «гремит», когда речь идет о громе, и «кукарекует», когда речь идет о петухе, например. «Авдан» — «аводать» — «петух кукарекует», «ослади» — «аводать» — «гром гремит». «Молния» — «молния» по-чуваски звучит как «щижем», а сверкает «щижеть», то есть «молния» ведет себя как «молния», «молница». «Щижем-щижеть»! «Как мне нравится слово «радуга»! Не только потому, что это красиво, но еще потому, что по-чуваски это звучит как «азамат-кеберя». И даже есть целая легенда на этот счет. Советую вам почитать легенду, и тогда, я надеюсь, вы тоже полюбите это слово. «Азамат» — это имя «азамат», «кебер» — это «мост». Все вместе получается «мост Азамата» — «азамат-кеберя». Согласитесь, что «радуга» действительно очень похожа на мост, на волшебный мост. Еще несколько слов в вашу копилку. «Пас» — «Иний» — «пас». «Пас стыдно» — «Иний сел» — «пас стыдно». По-чуваски «Иний» схватил — «захватил». Интересные образы, согласитесь? «Том» — «заморозки», «Томюкня» — «заморозки». По-чуварски они падают. Из-за осадков в чуварском языке падают не только заморозки, но и роса. По-чуварски это «сывлам». «Сывламюкня» — «выпала роса». «Сывламюкня». А бывает, когда непогода — «щиль-доман» — «вьюга», «пурга», «метель», «буран». «Щиль» — это «ветер», «доман» — «снегопад». А собирая эти два слова в одну конструкцию, то получают «щиль-доман». Ну что, осталось только выучить конструкцию синоптик «сембль» — «ернедорох». Как сообщают синоптики. Синоптик «сембль» — «ернедорох». Теперь, я надеюсь, вы можете слушать прогнозы погоды и понимать, о чем говорят синоптики. А, еще есть одно слово, которое также пригодится. Ужинать. Меняется. Ужинать. «Щандалок» — «ужинать». И пусть не только погода в нашей жизни меняется, но и все остальное. Самое главное, чтобы в лучшую сторону. Синоптик «сембль» Как из штаба жидит? Эп, ващидит, елда вора. Как из майя ридит? Чепан щукай вора. И вонатакам мухтарно. Чепанет, аж так ударно. Щаванбайер сев, ващидит. Чепанет, убастит тетит. Ачай сием, изер курманы. Ману чепанет тетманы. Тет нам заявана. Хурал калаына. Еримарым саванан. Пусы рада. Таудыван. Ману чепанет тетит. Чепанет тетит. Чепанет тетит. Ману чепанет тетит. Пусы рада. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok